Золотые мои, у меня одна не очень хорошая новость и одна очень хорошая, нет, две очень хорошие новости. Первая, не получается у меня, не получается у меня уйти с конюль, не уйти с кислорода, вон палец у меня, 94 сатурации. Значит, я могу одержать сатурацию без кислорода, только лежа в состоянии покоя, не шевеляясь при этом. Когда начинаю шевелиться, сатурация падает, когда начинаю разговаривать, сатурация падает. То есть, какое-то время я могу обходиться без конюль в состоянии покоя. Для того, чтобы ходить, нужны конюль и нужен кислород. Но это все равно огромный шаг вперед по сравнению с тем, что было три месяца назад, я там под маской лежал. Три месяца назад я еще лежал под маской, как сегодня Жириновский лежит, бедолага. Это нехорошая новость, что трудно идет привыкание к атмосферному воздуху, легких-то нету. Легких-то нету, легкие сгорели, без легких тяжело дышать, потому что легкие сгорели, жабры не отросли. То есть, я так, ни рыба, ни мясо, ни хтиандр, ни человек. Вторая новость. Есть такой сайт Social Blade. Он присваивает рейтинги многим сайтам, в том числе YouTube-каналам. Мой основной канал, Лох по жизни, имел, до того, как я лег в больницу, имел рейтинг B+. Ну, следующее, А-, А и А+. Ну, А+, в мире, наверное, имеет 100 YouTube-каналов. Наверное, А-1000. А-10 тысяч. Ну, вот я входил в 100 тысяч YouTube-каналов. Из 2 миллиардов я входил в 100 тысяч таких хороших, крепких YouTube-каналов. B+, хороший, почетный рейтинг. И вот, пока я лежал в больнице, за 3 месяца этот рейтинг скатился на 2 этажа. Сначала он стал B, потом стал B-минус. И вот полтора месяца работы. Нет, наверное, не полтора, а два месяца работы. Меня какого? Четвертого? Четвертого января меня подняли. И вот я по мере сил как-то публиковал ролики. Вот удалось мне рейтинг вернуть на прежний уровень, на B+. Это хорошая новость. А еще вторая хорошая новость. Вот этот вот канал, Антилох по жизни, имеет рейтинг C+. Это шикарно. Это шикарно, потому что я посмотрел по землякам. Ну, не самые плохие каналы политической направленности, которые ведут уж не совсем глупые люди, имеют рейтинг C. Люди, которые борются за политику, борются за голоса, за влияние, за влияние внутри нашей республики. Люди борются и имеют рейтинг, ну, по мнению Social Blade, ниже, чем вот этот канал Антилох. Тут я надысь неделю назад на своем основном канале давал ссылку на канал, который мне понравился. Что-то там про музыку. Музыкальный канал. Видно, что деньги вкладываются огромные, потому что снята великолепно музыка. Люди поют песни, играют на музыкальных инструментах из разных городов, снимают в разных городах. Я вот прикинул, это нужны деньги для того, чтобы поехать в Кострому или поехать в Читу. Это же деньги нужны. Плюс аппаратуру разложить и в Костроме, и в Чите, и в Владивостоке, и в Балашихе, и в Москве, и во Владикавказе. Записать, во-первых, записать, во-вторых, снять. В-третьих, свести музыкальную дорожку. В-четвертых, свести картинку, потом все это скомпоновать. Труд великий и очень дорогой. Дорогой труд. То есть, работа производит свое, и какая великая. А на канале всего 40 тысяч подписчиков. То есть, в канал вкладываются очень серьезные средства. А на канале всего 40 тысяч подписчиков. И продукт, или как сейчас говорят, контент. Контент на канале, конечно, высочайшего качества. Ну, вот 40 тысяч подписчиков, а у меня почти 50 тысяч подписчиков. Вот на этом канале. Скоро будет 2000, да? Скоро будет 2000 подписчиков, которые так, запинаясь ногами, мы тут ведем тут время от времени. Это же, так сказать, дневник в дневнике, где я себя не сдерживаю в эмоциях. С плюс. Это значит, что даже этот канал имеет больше влияния на умы соотечественников, нежели каналы политиков и прочих мудаков. Я о мудаках. Вот этот вот канал музыкальный, который вкачивают, ну и в который вкачиваются ваши деньги. На создание роликов, в которые уходят нешуточные деньги. Во-первых, звуковая аппаратура, она очень дорогая. Если писать качественный звук, качественный звук, я так думаю, качественный звук записать сложнее, чем записать качественную картинку. Потому что качественную картинку можно записывать со смартфона, ну средней ценовой категории, за 50 тысяч можно отличную картинку записывать. А вот звуковой аппаратуры за 50 тысяч, для того, чтобы записать отличный звук, нет, не получится, она дороже стоит. Навел, навело меня на размышления. В принципе, я об этом и раньше догадывался. В принципе, залезть на пьедестал, залезть на пьедестал, там, занять первое место на Олимпиаде и на чемпионате мира. Это, в общем-то, трудно, но посильно. Но вот оставаться на первом месте или оставаться на пьедестале чрезвычайно тяжело. Вот это уже тут для меня образцом и работа способностей, и таланта, и, скажем, успеха является Юрий Антонов. Он и в 18 лет был для меня примером, и в 20, и в 30, и в 40. Юрий Антонов никогда не был первой звездой, никогда не был первой величиной. Когда он был молодой, первой величиной была Алла Пугачева. Юрий Антонов где-то был далеко внизу. То есть мечты сбываются и не сбываются. Это, конечно, пел весь Советский Союз, мы пели во дворах, но Алла Пугачева звучала громче. Но Юрий Антонов был вторым, машина времени потом пришла на смену. Юрий Антонов все равно был вторым. Динамик, ДДТ, Примус, Модерн Токинг. Антонов железно был на вторых позициях. Он удерживал второй ряд прямо за собой смело. Менялись. Вот первый ряд менялся в калейдоскопе. Пугачева, Машин Времени. Где они сейчас? Где они сейчас? Модерн Токинг. Ace of Base. Где они сейчас? А Юрий Антонов вот он здесь. На концерт Юрия Антонова пойдут удержаться наверху. Закрепить вот этот успех. Ну, для меня уровень Б+. Конечно, я хочу быть на А-. Конечно, я хочу быть на А-. Еще лучше на А. Но, вероятно, вот мой личный рейтинг, или там мой потолок, извините, такой. Пошел я за ней отвечать на вопросы. Продолжение следует.